Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Одна из главных тем – цифровое развитие региона. В частности, народные избранники говорили о реализации проекта «Цифровой паспорт жителя Ненинского округа». Кроме того, обсуждали очередные поправки в местный бюджет. Цифровизацией Ненинского округа будет заниматься новый департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он начнет свою работу с 1 апреля. Планы амбициозные. Бесперебойными каналами связи планируется обеспечить все населённые пункты округа. На строительство волоконно-оптических линий связи Министерством цифрового развития России региона будет выделено более 4 миллиардов рублей. Округ имеет достаточно хорошие позиции в рейтинге цифровой информации по отношению к другим субъектам. У этого есть объективные причины. Первое – это достаточно хорошее качество менеджмента, это я вам объективно могу сказать, которое существует в округе в этом отношении. И второе – то, что округ действительно у нас маленький, удобный в плане цифровой трансформации, и что отрадный, не бледный. То есть у округ достаточно большие средства осемнуют на эти цели. Также в департаменте разрабатываются такие проекты, как цифровой паспорт жителя Ненинского округа. Это электронная карточка, в которую будут занесены все льготы и платежи. Расширение сети многофункциональных центров по всему округу, в частности в сельских населенных пунктах. А также создание сети передач данных для проекта «Умный город». Свет, который умный свет, который на улице, умное уличное освещение, которое работает так, с такой яркостью и тогда, когда это необходимо для тех, которые этим освещением пользуются, например, для проходящих граждан. Это на сегодняшний день доступные технологии, в частности, в партнерстве с компанией «Ростелеком», с которой в округе заключено соглашение, будет реализовываться в ближайшее время уже. В целом Иван Болтенков отметил, что работа департамента будет направлена на улучшение качества жизни жителей округа. В том числе максимально упростить общение граждан с органами власти, создать комфортные условия проживания. Также на заседании были рассмотрены поправки в бюджет Ненинского округа. В частности, предлагается выделить деньги на проведение текущего и капитального ремонта в образовательных учреждениях, на организацию отдыха детей в период каникул, на реконструкцию улицы Авиаторов в цели достижения показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также на проведение комплексного технического обследования 47 многоквартирных домов, включенных в третий и четвертый этапы реализации региональной программы капитального ремонта. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север».